Иногда психологи рекомендуют даже разъехаться на какое-то время. Я при чувствии кризиса. Что делать? Коучинговая позиция психолога, который должен показать варианты, транслирует ту жизненную ситуацию, ту жизненную историю, которая была у нее в семье. Рисовать гинограмму – это такой метод, который предусматривает системная семейная терапия для решения конфликтов. И вы повторяете мамину модель поведения. Нет, это не мой ребенок. Точно так же через суд. Генетическая экспертиза. Мы признаем отцовство. Мое, 50% твоего. Тут у нас никаких прав и обязанностей просто нет. Каждый решает сам. В Риме, например, назывался институт конкубината. Надо преображаться. Нужно что-то менять. Иногда психологи рекомендуют даже разъехаться на какое-то время, но не больше двух недель. Это когда уже кризис или до кризиса? До кризиса. Есть такое предчувствие. Вот сейчас мы поругаемся. Никакой брачный договор. Ничего нас уже не спасет. То есть тут какие-то такие моменты существуют. Можно прийти на консультацию психологу. Говорить, я предчувствие кризиса. Что делать? Я чувствую, я ему надоедаю. Или он мне уже надоел. Давайте вместе об этом поговорим. А как вы живете? Зарегистрированы? Ну нет. Даже если вы зарегистрированы, все равно вы проходите те же самые кризисы. Просто в браке они проходят как будто бы более официально. А здесь вам может предъявить ваш партнер, что я тебе никто. А вот сам брак этот, получается, зарегистрированный, да? Тоже брак такое, название союз, да? Союз. Зарегистрированный союз. Он держивающим фактором является при разводе? Психологическим, как вы считаете? Да. Потому что у нас есть психологический аспект. Я что-то разрушу. Я разрушаю семью. И начнется дележка, да? Если брачный договор. Плюс семья, плюс общественное мнение, плюс что скажут родители, страх осуждения. То есть все равно ты проходишь некий стресс, некий кризис. Даже если вот ситуация критическая уже, ну 100% вы разведетесь. И все равно многие, приходя ко мне на консультацию, говорят одну и ту же фразу. Что скажут родственники? Я не могу. Что я скажу родственникам? Мне стыдно им сказать. То есть в принципе они хотят? Да. Потому что для них, для их родственников рушится какой-то идеал, стереотип вот этой семьи, которая создана. Вы уже прожили вместе, у вас нажитое имущество, может быть бизнес, дети выросли. И вы вдруг почему-то захотели развестись. То есть получается что? Вся та жизнь была ложью, как будто бы я себе врала или он себе врал. Или что? Или бояться осуждения. Вот я сейчас заканчиваю отношения, я выхожу снова замуж. Ага, про меня скажут что? А как это в гражданском браке, да, в кавычках, такого нет? Да, то есть я же никому не обещала, да. Ну ты мне никто, я тебе не буду. То есть удобно получается. И с одной стороны у меня есть муж, да, в кавычках, и с другой стороны. Ну я не с мужем развожусь, а с парнем расстаюсь. Да, мы просто пошили и попробовали и разбежались. Суме никто. Ответственности тоже никакой, да. Никакой ответственности. Удобная эта штука, да, гражданский брак? Ну в какой-то степени. Кому как. Психологически, да. Психологически. Но опять же, если вы человек самостоятельный, вы сами принимаете решение. А если вы еще не совсем сепарировались, у вас есть семья, родители, которым, возможно, не допустят такие отношения. Скажут, как так? Просто так жить не надо. Давайте сначала свадьба, а потом... Более молодое, да, поколение там. Ну, есть сейчас такие родители, которые придерживаются такой традиционной точки зрения и не допустят. Или сами дети слушают своих родителей. Хотя бывают такие... Дети, которые помладше, да. Да, или которые непослушные, они куда-то поехали, прожили в этих гражданских отношениях. И все равно, если там они стратили, они вернулись куда? К родителям. Они вернулись, и не совсем это как бы двойной стресс. То есть там у меня ничего не получилось. И здесь я снова возвращаюсь куда? Опять своим родителям, которых я вынужден слушать. Эльвира, смотрите, вот, например, сейчас зрители нас посмотрят, скажут, ага, понятно, гражданский брак – это плохо. А сами живут в гражданском браке. Вот приходит женщина домой, говорит, все, вот я посмотрела психолога Эльвиру, вот она говорит, плохо, я тоже так считаю, полностью согласна. Вот что делать? А муж гражданский говорит, ну, мне все равно как, ну, считай. И что в этом случае делать, когда вы уже живете в гражданском браке? Разъехаться. Как-то узаконить, только разъехаться. То есть пока вы продолжаете жить вместе, ну, как некоторые психологи говорят, мужчина ничего не будет менять, то, что работает. Оно уже работает. Зачем его менять? То есть давить на него, заставлять жениться, он же не будет. То есть вы либо ставите условие «давай поженимся» как-то мягко, да, преподносите. Мягко или стрессом? Ну, я думаю, что надо тоже какой-то момент определенный, да, подождать и как-то намекнуть. Если как бы намек не понят, можно просто сказать, у нас тогда-то свадьба, я принимаю решение, ты как, поддерживаешь? Сама женщина, да. Почему я тебе предлагаю? Давай распишемся, давай узаконим. Ну да, если он соглашается, замечается. А если не соглашается? Говорит, ой, зачем? Зачем? У нас же и так все хорошо, вот как вы говорите, работать. Значит, правда только разъезжаться? Ну, она говорит, у меня есть желание выйти замуж. Если ты меня не берешь, значит, мне берешь что-то другое. Это как ультиматум. А то же самое, что там в паспорте ничего не меняют. Для тебя не меняют, а она говорит, для меня меняют. Вот так отвечает. Да, для меня. То есть, если реально оно тебя беспокоит, делает. Безоруживать его. А если тебя и так устраивают? Живи! Интересно, конечно. Да, то есть такой момент. Это каждый решает для себя. Потому что некоторые, вообще живя в конфликте, они думают, что вот они решают конфликт. И когда они приходят к психологу, мы не должны советовать. Но мы рассказываем о тех решениях, которые могут произойти, если они что-то изменят. Впрочем, как и юристы. Да, то же самое, как и юристы. Вы говорите, давайте вот так мы сделаем. Так же проще, так же выберем. Вот есть варианты, а выбирайте сами. Выбирайте сами. Если человек не выбирает разумные варианты, а продолжает быть в конфликте, в обидах, в ссорах, складывается впечатление, что он наслаждается этим моментом. Что у него просто и у нее вкус к счастью жить в депрессии. Неосознанно, да? Неосознанно, да. То есть она этим наслаждается. Она не хочет завершить. Она продолжает по инерции это опять же делать. Вот если ей психолог говорит, ты неосознанно любишь страдать. Любишь страдать, да. Можно так сказать, вы любите страдать, это грубо. Она в это поверит? Не всегда. То есть нужно как-то подвести, что она выбирает. Или дать возможность, дать домашнее задание, выбрать что-то другое, выстроить какую-то стратегию. Но это в большей степени уже какая-то коучинговая позиция психолога, который должен показать варианты. Давайте так, давайте так, давайте так. То есть в любом случае, когда к нам приходит клиент, мы видим картинку в целом. Точно так же, как и вы видите выхода из ситуации. Мы это видим в целом. И наша задача – идти за клиентом. То есть показывать, что есть такие-то варианты. Почему это у вас? Бывает, кто-то пережил какую-то стрессовую ситуацию. И последствия этой ситуации он транслирует в эти отношения. То есть вот как бывает, даже с тем же брачным договором составляют его те, кто ошиблись в каких-то предыдущих отношениях. Или незавершенный конфликт кто-то тянет в существующие ныне отношения. И как бы мы тут ни старались, пока тот конфликт не завершен, он будет постоянно напоминать о себе в этом союзе. А вот интересно, а девушка, которая уже была в гражданском браке, она потом, они вступают еще раз, понимая, что это ни к чему не приводит? Это как у вас на практике? Есть такое, что вот у девушки в основном одни в гражданских кавычках браки. С одного вышла, в другой ушла. А вот это с чем связано? Вроде бы она же понимает, это ни к чему не приведет. Низкая самооценка. Соглашается жить и так. Зная, что уже в предыдущем так было. Так было. Да не сделала никаких выводов из ситуации. То есть все такое... Или устраивает страдания, не хочется ничего менять. А может быть такое, что действительно она так и хочет? Она так и хочет. Вот меня это устраивает. Даже не страдать, а вот просто бывает или не бывает, например, люди, которых реально устраивает гражданский брак, ну просто сожительство, ну не хотим мы регистрировать. Бывает. В основном это неосознанно, когда девушка, она транслирует ту жизненную ситуацию, ту жизненную историю, которая была у нее в семье. Обычно это не осознают. Даже говоря, что я осознаю, что я хочу так, на самом деле она не осознает. Потому что когда она приходит на консультацию, мы начинаем с ней рисовать гинограмму. Это такой метод, который предусматривает системная семейная терапия для решения конфликтов, где каждый человек может посмотреть, какие тенденции семьи, развития, какие ресурсы у семьи, какие бывали, какие даже возможно, какие-то хронические заболевания передаются по наследству. Что было в семье, что у вас. И когда я задаю вопрос, давайте посмотрим, а что у мамы. То есть мама точно так же. То есть она такую же жизнь прожила, и вы повторяете мамину модель поведения. Проанализируйте, зачем это вам. Люди даже не осознают и не делают. И когда вы им это показываете, вот смотри, ты делаешь точно так же, у нее что-то меняется в сознании. Это бывает очень болезненная ситуация, признать это. Как снег на голову. Да, я веду себя так же, как мама. Ой, неужели я такая же? Я же себе говорила, никогда не буду так, как мама. То есть очень сильные обиды на маму. Говорит, я не буду как мама. Наше сознание воспринимает, я не буду мамой. И все. Она не встречается. По факту делает точно так же. По факту она даже мамой не становится. То есть она не подпускает мужчин близко. Она общается, встречается, разрывает отношения. Или тоже поживет с кем-то и убегает, либо ее бросают. То есть это модель. Но это лечится. Это все лечится осознанием терапии. Это все можно поменять только при вашем желании. Из этой ситуации можно выйти, если мы этого захотим. Юлия, например, вот такой вопрос. Если ребенок рожден вне брака, то есть кто несет ответственность, кто принимает решения? То есть мы говорим о сожительстве. Да, мы говорим о сожительстве. Пара живет, у них рождается ребенок. Ну тут несколько, да, два, например, пути есть. Первый путь, если, например, отец признал отцовство. Признал отцовство. То есть у него все отчество, да, у ребенка. Дал свою фамилию. Отца права, да. Но мы же понимаем, что это ребенок рожден вне брака. То есть что в этом случае делать? Когда все хорошо, понятно. Они как в браке, точно так же оба принимают супругу, участие в воспитании ребенка. Но когда они расходятся, да, вопрос, что делать, то точно так же, да, отец законный может претендовать на время к этому ребенку на воспитание. Это делается точно так же через судебном порядке, либо достигается какого-то соглашения. Соглашение о местонахождении, с кем будет жить ребенок, сколько по времени, с кем он будет, да, находиться. Но есть и другие случаи, например, тоже распространенные, когда в таком сожительстве рождается ребенок, у ребенка, да, по документам нет отца, и, например, пара распадается, что делать матери, да, как на алименты, да, подать. С одной стороны, в браке-то и не были, по факту получается. Здесь уже идет долгая история. Это точно так же, если отец не хочет платить алименты, там, да, бывает такое, отец ребенка, либо он же говорит, нет, это не мой ребенок. Точно так же через суд. Генетическая экспертиза, мы признаем отцовство, доказываем, и только потом подаем на алименты. И только потом мы решаем, да, вот после признания уже, да, что бывший сожитель действительно отец этого ребенка, что вот мы оставляем право быть за собой, если хотим, да, что ребенок будет оставаться жить с нами. То есть только через суд, да, подытожим. Как мы говорим, тема сожительства, она очень такая сложная. Вот с юридической точки зрения, да, вот с моей стороны могу сказать, здесь одни минусы. Почему? Потому что юридические права, не только супруги, но и супруга, они никак не защищены. Не защищены имущественные права, то есть, да, непонятные вопросы с детьми. То есть, когда мы в браке, в официальном, гражданском, зарегистрированном браке, тут у нас все понятно, да, там законодатель, семейный кодекс дает право на вот 50% брачного имущества мое, 50% твоего, либо мы заключаем брачный договор с детьми, тоже понятно. То есть, как ему, как и отец, так и мать имеют право на ребенка. А в гражданском браке, именно в сожительстве, да, в гражданском браке принято сейчас это называть, тут у нас никаких прав и обязанностей просто нет. А то, что устно, как мы знаем, то, что не зарегистрировано, это все остается в устном порядке. И после распада пары, да, эти все устности забываются. Всегда можно сказать, а я такого не обещал. То есть, с моей точки зрения могу сказать, что гражданский брак, да, сожительство, с юридической точки зрения, это сплошные минусы. Вот вы что скажете? Я тут полностью согласна. И с психологической точки зрения минусов гораздо больше. Больше сложностей, больше каких-то вопросов, больше неясностей. Опасений, да, жить, наверное, в стрессе, когда ты ругаешься. И мы на самом деле никому не рекомендуем это. Лучше всего, конечно, заключить официальный брак, если вы уже приняли решение, если вы любите друг друга. Обезопасить себя как-то, но там, конечно, дело за вами. Да, каждый делает свой вывод, каждый решает сам, что вы выбираете. В любом случае, юридические вопросы, психологические вопросы мы вам в этой ситуации поможем решить. Неразрешаемых вопросов, скажем так, нет. То есть, в любом случае, даже если вы все-таки по каким-то причинам решили, что сожительство для вас это хорошо, да, подходит, то все равно не надочаивается, любой вопрос решаем. Даже при таких обстоятельствах. Ну, надо сказать, что тема сожительства, она всегда была, есть и будет. То есть, это явление не новое, только, возможно, она как-то раньше называлась в других странах. Да, в Риме, например, назывался институт конкубината. И там, когда мужчина и женщина жили, это не всегда была пара. Например, мужчина назвал, это вот моя конкубина, вот, сожительница. То есть, так это и назвалось. То есть, по сути, она была его любовницей, да? Ну, они могли не состоять в любовных отношениях. Это именно сожительство. Вот. А могли и состоять моя конкубина. То есть, у него могла быть и жена, и нет. Нет, нет. Это уже другое. Она могла бы и быть, но ты же живешь с женой. А если ты живешь с кем-то, то что такое вообще сожительство, если мы не говорим о гражданском браке? Сожительство – это просто как два человека живут вместе. У них никаких прав и обязанностей нет. Там просто вот, просто живут вместе на одной территории. Это конкубинат института был такой, да. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание, за то, что были с нами. Задавайте свои вопросы, мы обязательно ответим вам в комментариях. Какой брак вы выбираете? Гражданский брак или сожительство, или официальный брак, в котором ваши права защищены, вы выбираете сами. Спасибо вам за внимание. С вами была я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог. И моя гостья – практикующий юрист Волкова Юлия Витальевна. До новых встреч, друзья!